Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче! Дорогие друзья, вы меня, наверное, конечно, потеряли, но так получилось, что я заболела. А вот где-то что-то подхватило, какой-то вирус, но не коронавирус, это точно. Вот, и уже справляюсь с этой болезнью. Три дня было критических, а сейчас пошло на спад. Уже всё хорошо. Вот. Чем я лечилась? Ну, конечно же, любимыми народными средствами. И как раз сегодня видео про наши любимые народные средства, про травы. Сегодня я запланировала сбор целебных трав, потому что уже подходит конец июля, и необходимо заготовить травы, которые сейчас буйно цветут, и как раз в самом соку. Вот. Какие травы будем заготавливать, я скажу позднее. Сейчас хочу сказать про погоду. У нас опять 30 с лишним градусов. Жара, жара, жара. И это, конечно, хорошо, но с другой стороны, стало немножечко, конечно, получше. А ветерок дует. И такой, знаете, как будто бы морской бриз. Ветерок такой свежий, приятный. Доходит или с реки. У нас тут недалеко река протекает, мана. А вот наша замечательная огурная речка. И вот оттуда, наверное, и доносится этот замечательный ветерок. Прохладный такой, хотя на улице 30 с лишним градусов. На огороде всё цветёт, всё растёт, всё поднялось. И, конечно, позднее, после этого видео, я обязательно сделаю обзор огорода, потому что здесь немножко всё подзаросло за время моей болезни. И надо всё привести в порядок. И покажу вам всё, как что растёт. Попробую сделать обзоры. А вот что вас интересует, всё расскажу, дорогие друзья. Вот такое небо. Посмотрите, летают в небе беркуты. Вот. Ни одного облачка, дорогие друзья. Красота, теплота. Ну, а мы сейчас идём заготавливать богородскую траву. Благо, что она у меня растёт на моей даче. Видите, куртина уже разрослась и довольно-таки большая. И мне этого вполне достаточно на зиму. Без трав наших целебных будет тяжеловато зимой. Поэтому надо делать заготовки. Ну, пошли. Ну вот, подошла я к своей плантации богородской травы или тимьяна, иначе говоря. И сейчас мы с вами будем делать заготовку. Смотрите, какая тут роза расцвела. Совсем рядышком. О! Так. И лилия распускается. Такая красота. Так. Ну вот, мы подошли. Посмотрите, какой обильный цвет. И собирают, и собирают пчёл. Видимо, невидимо. Посмотрите. Конечно, тут вот наросла ещё душица. Вот. Ну, это... Они дружат, в общем-то. Здесь ещё должна быть лаванда. Ну, что-то я её не вижу. Но она обязательно есть. Наверное, задавила её. Вот. И сейчас мы будем сделать сбор. Не всё пчёлкам достанется. И нам тоже. Посмотрите, как цветёт обильно. Какая красота. Вот. Аромат просто неземной. Ну вот. Делаю... Беру ножницы. Просто вот так вот. И срезаю. Важен вот этот цвет. Именно цвет. Вот этот вот цвет и необходим. Дорогие друзья. Потому что, вот когда цветёт богородская трава, вот тогда её и заготавливают. Вот. Не знаю, вам видно или нет. Вот. Вот. Сейчас я вот эту куртинку всё обрежу. И вот сюда пока в пакет складываю. Она ещё будет долго цвести. А нам необходимо заготовить это сырьё. Вот. Но сейчас я вас не буду сильно напрягать. Заготовлю всю эту траву. И пойдём на сбор белоголовника. Посмотрите, как пчёлы работают. Видите? Только и собирают мёд. Хороший медонос. Вот такая вот богородская любимая моя трава от многих болезней. Я вам уже делала видео, показывала. Вот. Не обязательно всё заготавливать в один день. Можно как бы этапами. Я так и сделаю. Вот. Немного нарвала. Завтра нарву ещё. Вот. Так. А сейчас я положу эту траву и пойдём за белоголовником. Пока шла за белоголовником, увидела тысячелистник. Мы тоже его срезаем. Потому что это очень целебная трава. Вот. Именно вот эти вот шапки очень целебны. Так. И сейчас пойдём за белоголовником. Так. Ну вот мы вышли к лесочку. Здесь вот растёт как раз такое влажное место, где растёт белоголовник. Так. Ой, какие пышные зацветия. Ммм. Один мёд. Так. Я вот сейчас буду срезать вместе вот эти ветки. Вот. Видите, я срезала. Вот. Вот эту вот ветку надо сейчас срезать. Вот так вот. 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 Неудобно, потому что одной рукой я же снимаю, другой собираю. Вот это. Вот. Даже вот такие вот, видите, уже с семенами, они ещё целебнее. Тоже собирать надо. Вот. Вот. Сейчас пойдём ещё поищем. Ну вот, какие шапки. Вот. Сейчас мы его тоже срежем. Вот. Какой красавчик. Вот. Ой, друзья, один мёд. Ой, один мёд. Это настоящий кладезь. Это лекарство. Настоящее. Так. Вот это. Вот. Ой, вот здесь вот лесок. Такой тенёк. И вот как раз вот у берёзок растёт белоголовник. Сейчас мы тебя тоже срежем. Вот. Вот. Вот так вот. И вон там, посмотрите, сколько много его. Сейчас я туда дойду тоже. Вот. Жарко, но ничего. Надо работать. Так. Ну вот сюда хочу пройти. Здесь, конечно, и крапива жгучая. Так. А посмотрите, сколько белоголовника. Ой. Вот так. Ой. Буязно тут какие-то зверьки. Носятся. Так. Так. Ой. Нарезала. Вон. Посмотрите, сколько. Но сейчас я отключу видео и буду, насобираю. Потом покажу. О, вот ещё я дошла. Вот ещё. Так. А вот ещё. Вот. Как хорошо здесь пахнет. Аромат великолепный. Дорогие друзья, это просто чудесный аромат огурца, мёда, свежести. Великолепно. А также заготавливаем календулу. Вот эти вот оранжевые соцветия. Обрываем. Вот. Вот так вот я обрываю. И все-все-все можно оборвать. Они очень быстро начинают зацветать новыми. Чем больше вы их обрываете, тем лучше она цветёт. И вот эту календулу тоже насушить. Замечательное средство лекарственное. В общем, сегодня у нас сбор лекарственных трав. Это вот моя календула насеялась. Вот здесь вот возле роз. Прекрасно. И розы пахнут. И календула. Мне вот нравится её аромат замечательный. Такой вот какой-то свежести. Ой, это просто великолепие. Вот так вот заготавливаем. Всё пригодится зимой. Ещё как найдёте. Вот. Друзья мои. Это нужно обязательно сделать, чтобы зимой не покупать таблетки и лекарства, а лечиться своими вот природными травами. Также срезаем шалфей лекарственный, потому что он нам очень необходим. От бронхитов, от урзе всё это прекрасно помогает. Вот. И от ревматизма тоже. Смотрите, как вместе растут календула, шалфей. И такое гармоническое, гармоничное сочетание. Не только гармоничное, но и целебное. И это всё нам поможет. Ну, вот, друзья мои, пришла домой. Ну, просто невозможно. На улице просто жара, пекло. Если бы не ветерок вообще. Ну, 36, наверное, 37 градусов. В доме 30. Вот. Наверное, даже 30 с лишним. Сейчас посмотрим. Так, ну, вот это вот у меня самая холодная комната. 29 градусов в ней. А теневая, холодная. Ну, такая вот, самая прохладная. 29, а вообще 30 с лишним. Ну, вот, все травы на месте. Я сегодня собрала только часть. Ой, знаете, что и Богородскую забыла принести. Сейчас принесу Богородскую с улицы. Ну, вот, сходила за Богородской. Принесла Богородскую. Сегодня я собрала часть травы. Потому что сразу в один день тяжело. Тем более в такую жару. Вот. И белоголовника. Вот, немного. Но надо успевать. Успевать, пока он не отцвел. Вы знаете, я уже говорила вам в прошлом видео про белоголовник. Даже вот, когда он отцветает. Сейчас я вам покажу. А, ну, вот. Сейчас не могу найти. Ой, ну, какой аромат стоит. Вы не представляете. Это вот просто чудо. Ой, как будто бы находишься в фитокомнате. Где вот эти масла обогащённые. Ой, ну, это такая прелесть. Сразу можно выздороветь. Вот. А чем вот, дорогие друзья, вот этим я и лечусь. Вот это моё основное лекарство. Так вот. Вот. Смотрите. Когда отцветают цветы, образуются вот такие вот шарики. Шарики семенные, да. Вот эти шарики ещё полезнее. Так что, если даже вы не успеете и начнёт отцветать белоголовник, хотя, конечно, нужно собирать его вот в период цветения, а для тех, кто инсультики, от инсульта, вот это помогают вот эти шарики, да. Их вот собирать можно, когда уже цветает белоголовник. В общем, вся трава, вся трава, начиная от стебля, листьев, цветов, семян, всё это полезно. Это вот, знаете, целая зелёная аптека. Вот. Когда заболеваешь ОРЗ и гриппом, только у тебя начальные симптомы. Просто завариваешь, как чай, и пьёшь. Вот это вот повышает иммунитет очень хорошо. Снимает все вот эти симптомы заложенности носа, вот это вот носоглотки, извините. Вот. И очень хорошо помогает. Содержит белоголовник очень много витамина С. Но я сейчас не буду вам рассказывать про все вот эти полезные свойства. У меня в плейлисте «Силы целебных трав» всё это хорошо я рассказываю. Подробно из народных лечебников. Вот. Дорогие друзья, ещё и тысячелистник. Тысячелистник для женщин. Ну, просто это красота. Это вот... Это просто трава красоты. Потом я вам про него расскажу. Вот. У меня ещё не было видео про тысячелистник. Обязательно сделаю. Календула. Незаменимая наша трава при всех респираторных заболеваниях. И наружных укусах, от укусов насекомых тоже прекрасно помогает. Настойка календулы. Вы это знаете. Богородская трава. Это, ну, вообще, это... Кладезь. Кладезь тоже витаминов. Содержит этим мол. Основное вещество, которое помогает в лечебных целях. Вот, дорогие друзья, сегодня день сбора у меня был целебных трав. Но он не заканчивается. Он продолжается. Совсем скоро я поеду за шишкой. Хотя немного опоздала. Болезнь мне немножко помешала. Вот. Ну, и дела тоже. Никто же не отменяет дел. Надо и дела делать. Болеть некогда. Вот. И поэтому скоро поеду за шишкой. И всё буду показывать на новые места, где я буду собирать шишку. И вам всё покажу. Шишку сосновую, дорогие друзья. Ну, Богородская. Такой аромат. Сейчас вот наведу резкость. Такой аромат. Это вообще... Ах! Ну, а вот это вот съел бы, съел бы вот эту белоголовник. Вот. Просто обожаю эту траву. Потому что... Вот пью, пока он цветёт. Пока он растёт, всё время пью с ним чай. Вот. Лечусь. Очень хорошо помогает. Вот. Ну вот, дорогие друзья. Вам под видео оставлю ссылку на плейлист. Вот. У меня там два плейлиста про целебные травы. И всё вы можете конкретно о полезных и целебных свойствах каждого из этих растений почитать. Вот. Вернее, посмотреть. Вот. Очень подробно я рассказываю. Это не мои выдумки, а из народных лечебников. Вот такое сегодня было видео, скажем, не очень большое, потому что сбор травы занимает большое время. Ну, я сделала выборку. Вот. Дорогие друзья, всем здоровья. Вы можете собирать целебные травы, потому что зимой вы их как найдёте, потому что бушует метель за окном, вьюга, мороз трещит. Вы не домогаете, вытащили свои, вернее, достали свои целебные травы из маленького сундучка, вот, заварили вкусно-целебный чай, и ваше здоровье, иммунитет поднимутся до небес. И вы будете здоровы, а раз здоровы, то и счастливы. На этом я своё видео заканчиваю. Всем пока-пока, до новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя, своих близких. Впереди ещё много интересного. До скорых встреч.